Всем привет, мои дорогие гитарные дрочеры! Добро пожаловать на мои диванные гитарные... Па-па-па! Всем привет, мои дорогие гитарные дрочеры! Добро пожаловать на мои диванные гитарные обзоры! Ух, что за вундервафлю я вам сейчас покажу! Все, как вы любите! Все только по жести, только по хардкору! Этот древний монстр был создан когда-то давным-давно в СССР С умрачным советским гением Где-то глубоко в недрах завода спортивных изделий Который находился под управлением нашей любимой луначарки с улицы Чапаева Вы, конечно, меня хотите спросить сейчас Глеб, какие еще к хуям собачьим спортивные изделия? Конечки какие-нибудь, что ты можешь нам показать? Ага, хуечки! Двуголовая Мария, не хотите? Опа! Ну как? Нехило, да? Все знают ансамбль дегенератов Мария? Или концертный ансамбль Мария? Ну, те, кто смотрит мой канал, конечно, знают Вот, например, ярчайший представитель этого ансамбля дегенератов Бас Мария, видите, с пластиковым корпусом Из только музыкальных сортов пластика сделан этот инструмент Жуть! Я на этом басу, к несчастью, к своему играл, поэтому никакой пощады этим инструментом в моих обзорах обычно не бывает А это, это нечто особенное В этой гитаре, я так понял, воплотились стремления сумрачного советского гения Потягаться, так скажем, с армянским сумрачным гением Вот смотрите, в СССР выпускалась только одна серийная гитара, имеющая два грифа И называлась она Крунг Она выпускалась на экспериментальной фабрике музыкальных инструментов в Ереване Вот, вот этот добрый пидор Ээх, обзор на который вы тоже можете увидеть на моем канале Ну и, конечно, наши дорогие самоделкины выпускали аналогичные инструменты Вот, пожалуйста, гитара Мошонка, созданная где-то у нас тут в гаражах в Советском Союзе Тоже обзор на нее есть на канале И теперь вы можете убедиться, что я ебнулся окончательно Потому что у меня в руках, блядь, двугрифовая Мария 8 кило живому весу, 2 грифа, 6 звуковых, ой, ё Ну давайте обо всем по порядку С чего я взял, что это Мария? С чего я взял, что это спортивное изделие? Позже переименованное в Муздеталь С чего я взял, что это какой-то кастом-шоп? Эксклюзивный, экспериментальный, предсерийный образец Ну вот сейчас я вам это все подробно и буду излагать Не то, чтобы я скажу вам с гарантией Но, по крайней мере, доводы свои изложу Я думаю, так оно и есть Поехали! Головка! А точнее, две головки Одна у нас большая такая, вот видите Лосница-колосица колочками И имеет надпись ТАМА Видите, пластик красный Использовался для того, чтобы эту надпись Видо насти Такая же точно надпись Есть и на головке, которая поменьше Какая еще ТАМА? Может быть, была Мария Решили сделать ТАМАРУ Но места не хватило И такие Ах! И так сойдет! Теперь уже никто не знает Но я думаю, лучше назвать Этот инструмент Машкины ляжки Потому что, естественно Как-то концертный ансамбль Мария есть Там везде по одному грифу А тут два Ну, явно это, конечно Машкины ляжки Спасибо большое моим бустерам Для которых я уже делал обзор На этот инструмент Они как раз мне и подсказали Это название Ну, так вот Будет эта гитара называться Машкины ляжки Итак Мы видим здесь название ТАМА Непонятно вообще, что это ТАМА Какая ТАМА И колочки Обычные наши колочки Которые ставились на все луначарки Здесь вот колочки вообще пошли по пизде Вот мы видим Другие советские, аналогичные И видим, что покраска осуществлена Не совсем обычная Черненькая такая покрасочка И видим, что от Марии Что 12-струнные Что 6-струнные грифы Видим центральный блок Прослеживается В общем, четко Марийные грифы Здесь такая же, как и на любой другой Марии У нас треугольная нашлепчика Которая скрывает дупло со срамом А срама-то у нас в данном случае Компрессионный анкер Здесь у нас гребеночка цвета Такого старческого зуба Дальше нулевой лад И пошло-поехало дальше по всему грифу Гриф, кстати говоря, плоский Это, конечно, хорошо Но вот исполнение это плохо Здесь точек никаких не имеется Здесь лады все повылезли Повыскочили вот по краям Ну, в Советском Союзе такая традиция была Ставить лады таким образом Что со временем гитара приобретала Обратный радиус Если мы имеем плоский гриф Края вылезают Лад начинает Как вампир под действием солнечных лучей Скукоживаться И вот так полумесяцем, блядь, застывает И играешь и думаешь Ёпт мой мать Как, блядь, в это корыто пальцы еще засунуть Здесь, конечно, видно, что стараний было больше При создании этого инструмента Однако, эта проблема не миновала и данный экземпляр Ну что, дальше С других сторон грифа мы видим валюту Все, в общем, по канонам Марии Гриф такой вот кругленький Такой противненький лак на нем Здесь пятка Ооо, вот это пятка Вот это пятище, да? Нихуевая такая пятка Ахиллесу бы такую пятку Он до сих пор бегал бы, всех пиздил Здесь у нас пимпочка Типичная луначарская пимпочка Которую они использовали всегда Вот так вот они выглядят Если их выкрутить Эти самые пимпочки С квадратным, блядь, сечением Я не представляю Я абсолютно не могу себе представить Как можно ремень повесить На эту хуйню Что за, блядь, мышиные залупы Торчащие из дерева Как на них можно весить Инструмент, который весит Ебать, восемь кило Это реально Самый тяжелый инструмент Если не считать гитары Которая выполнена из нержавеющей стали Да, десяточку весит Но это деревянная И восемь кило Заебись Эй, Лиспол Тебе бы понравилось Ох, как ты бы протащился Лиспол пришел на гибсон Говорит, сделайте мне гитару Пять кило Ему говорят, ты ебанулся Соколик Он говорит, я не ебанулся, блядь В легких гитарах, блядь Никакого весу Никакого авторитета Никакого кайфу Ему говорят, ладно, ладно, блядь И вот только сделали ему этот Лиспол В 68-м году А до этого были обычные А вот потом Ну вот ладно, это другая история В общем, я уверен, что старику Лисполу понравился бы вес Ну что, вот мы доехали до пятки И что мы здесь видим на пятке? Мы здесь видим Ой, блядь, поцарапался об лады Такие же точно бляхи С пятью саморезищами Которые на любой другой Марии вы можете встретить Вот так вот Что у нас происходит дальше? Дальше мы видим шесть прекрасных звукоснимателей О, здесь, конечно, удивление меня подстригает Вообще удивительно Как? Как так? Рука советского человека ровно прикрутила звукосниматели Мне кажется, здесь что-то дело нечисто Вот этот почерк я не узнаю Знаете, народная молва до сих пор хранит память о том Что когда-то в СССР на луначарке работал мастер Краснощеков Который был большой энтузиаст Разрабатывал новые модели Хотел сделать все пиздато хорошо Как вот там у буржуев Но начальство такие инициативы не поддержало И в итоге мы имеем то, что имеем Луначарка нахер развалилась Вот концертный ансамбль Мария Полный пиздец Ну и, видите, вот эти ровные звукосниматели Они наводят на мысль, что делал это не обычный забулдыга у станка А какой-то человек, которому не похуй, как прикрутить звукосниматель Может быть, это и был тот самый Краснощеков Или кто-то из его приспешников И сами звукосниматели Смотрите, эти звукосниматели Ставились на ленинградские арктопы А вот, кстати, я вам сейчас покажу Ну, я сейчас покажу пластиковый арктоп Вот он, смотрите Вот такие пластиковые арктопы Начали где-то со второй половины 70-х клепать А до этого в первой половине 70-х клепали деревянные арктопы И они снабжались как раз вот такими звукоснимателями Если бы это был какой-нибудь дедушка АУ, который у себя на балконе херачил бы этот инструмент То, представляете, ему пришлось бы раздербанить Раз, два, три, четыре, пять Еще буковка Т здесь из того же пластика В общем, до хрена ленинградских арктопов Вот именно той поры выпуска Чтобы сделать один этот инструмент Ну, я эту мысль отвергаю с возмущением Ну, не может, не может дедушку АУ раздербанить столько гитар, чтобы сделать одну Явно человек, который это все делал Во-первых, делал со знанием дело Ему было не похуй Два и три Он имел доступ к заводским мощностям и материалам Итак, идем дальше Вот у нас дальше тут веретенообразные эти идиотические бриджи Которые не закреплены никак на корпусе Опять же, вот, смотрим на бас-гитару Мария Такой же точно бридж имеем Струно-зацепы Это пиздец Это просто ебаный пиздец Эти самые струно-зацепы Кузьма, дай, пожалуйста, мне свой волшебный молоточек фунфурье Вот послушайте, как они звучат Оу Хе-хе-хе Вау Блять Мама, мама, что я буду делать Как волшебно резонирует металл Видимо Видимо, долго подбирали сорт металла Особенно музыкальный Чтобы так вот, так он резонировал Давал такой долгий сустейн Который, естественно, гитаристам нахуй не нужен Вот под нижним бриджем, кстати говоря Вы видите Мои материальные вложения Шесть денег пришлось вложить в этот бридж Чтобы инструмент хоть как-то начал звучать Потому что вот эти вот лады вылезшие Еще там всякая-то геометрия грифа Изменилась во все стороны Как только можно И не звучало нихуя Только вот так вот Нехило, видите Вот сюда, посмотрите Нехило вложившись Денег я сюда заклал И стало чуть-чуть звучать Так Дальше видим опять же Эти самые две пимпочки Которые я вам уже показывал То есть, смотрите Тут луначарка Тут все луначарское Тут, тут Детали с луначарки Все однотипные Все Переходим сюда Да, смотрим на этот огромный пластик Который вырезан, естественно, специально под данный инструмент И Видим кучу ручек В них разбиваться О, упаси Господь Я немножко покрутил Вроде Вроде создал такой приемлемый звук Что для этой Что для этой части Этого монстра И на этом давайте и остановимся Ну и переключалка Которая переключает эти самые гитары Здесь раньше, возможно, был СГ-5 Потом его, возможно, заменили на обычный джек И здесь мы видим буковку Т Вот, видите, с короной даже Т То ли Тамара, то ли тама Может быть, парная гитара К двуголовому басу Под названием Тута В общем, хрен его просышь Но обратите внимание еще раз Пластик точно такой же, как на звучках Было, значит, из чего дербанить Ну и теперь вишенка на тортике Это корпус Корпус, вы видите, какой корпус Между прочим Про очертания этого корпуса Ничего плохого Ну, сказать не хочется Весьма себе, посмотрите Эстетические, на мой вкус На мой взгляд, очертания Покраска Очень такая Выполненная, я бы сказал, со вкусом Конечно, смотрится говено Тут какие-то постоянные, блядь, прыщи, пузыри Все такое неровное Если посмотреть вот на блики Вы не смотрите на кракелюр Который возник с тех пор Вот так вот, видите, здесь вот Специально блик сейчас поймаю И попробую вам показать На кракелюр не обращайте внимания Это нормальная тема для старых гитар А вы посмотрите, в принципе, на то, что поверхность Нихуя не ровная А вся в бугорках Как морда у бегемота Ну, а что вы хотите Такие традиции советского гитаростроения Однако, здесь все очень прикольно Так скруглено Рожки вот эти маленькие Думаете, что они просто так Для красоты? Нет В них рождается сустейн Запомните Вам никто этого не скажет Я вам это скажу Ну, так вот Переворачиваем Что мы видим? Мы видим Очень такой объемный Толстый жоп Вот этот санберст Красиво наложен И видим Как будто кленовую Вот эту вот хуйню Похоже на гипсон 70-80-х годов Они тоже наборные такие топы делали Но тут и топ мы видим И еще и жоп Потому что если посмотреть на краюшек То видно, что здесь есть топ И видно, что есть жоп А вот из чего сердцевина Ой, не знаю Это только вы мне сможете написать Дорогие мои зрители Давайте послушаем Как звучит Этот огромный столешница Это, блять Ух Ух, какой Колорит звук это, а Ух Ну, напишите, пожалуйста В комментариях Из чего сделана Эта столешница Санберстовая Грифы Я подозреваю Те же самые Буковые Обыкновенные Судя по обертонам Которые Вот так вот С волновым резонансом Туда-сюда сходили Я их уловил Все-таки я уж Не совсем глухой Все-таки слышу Бук-то уж Не услышать нельзя Ну, так вот Возвращаясь к обводам корпуса Смотрите Обводы мне нравятся Да, эстетично Красиво Круглая большая жопа Маленькие рожки В которых рождается Сусустен И я сразу вспомнил Один инструмент Который я видел В библии Савкодрочера Смотрите Во Вот же этот корпус Который Навеян Так скажем Или спизжен Или вдохновлен Гитарами Фирмы Ибанес Смотрите Тоже самое Маленькие рожки Круглая жопа Просто здесь двойной А тут одинарный И написано Одна из перспективных моделей Ленинградской фабрики Муз Гениталь Муз Деталь Задуманных А.А. Краснощоковым В пересрочный Тра-та-та Год Вероятно Ну и так далее Короче, вот Экспериментальный образец Краснощоковский Который Он мечтал Я так понимаю Запустить в производство Но мечтам его Не суждено Было сбыться Тогда были Некоторые Мелкие тиражи По 10 экземпляров Всяких разных Интересных Наработок Его авторства И где-то Они в общем Рассосались Ну и мне кажется Вот это вот Одна из них Смотрите Все указывает На это Еще раз Смотрите Начиная с головы С колочков С Закрывавших Анкеров С самих Грифов С Всего-всего-всего Ладов Звукоснимателей Всей фурнитуры Всей хуйни Даже Вот этих Пимпочек Для ремня С блях И С формы Корпуса Которую мы видим На другой Экспериментальной Гитаре С краснощоковского Кастом шопа Все указывает На то Что это Ее так скажем Полнотелая Сестра Вот Двугрифовая Мария Краснощоков Работал над тем Чтобы как-то Марию Немножко в чувство Привести Эту пластиковый Пиздец Там Был выпуск Марии Мария 1 Мария 2 Но я так понял Невозможно было Тогда Нормально Вообще В принципе Гитару спроектировать И выпускать Система Не позволяла Это делать Царил полный Пиздец В производстве Музыкальных инструментов Ну Если вы смотрите Мой канал Вы понимаете О чем я говорю За количество Надо было Отчитаться Получить премию А качество Никого Нахуй Не волновало Например Я слышал Такое что Да Это удивительно Был Отдел Где Принимали Инструменты Ну как там Все играется Не играется По грифу И там были Всякие преподы Из музыкальных школ Которые На классике Преподают Ну представляете Да Если гитару Принимает Электрогитару Которая По дракенрол Рассчитана Принимает Человек Который играет Вот так вот Как дедушка Пак Понимаете Ну полный пиздец Да еще какой-нибудь Препод из школы Музыкальной Хотя Это Вообще Удивительно Мне кажется Никто там Ни за чем Не следил Блять Как склепали Нахуй Пальцем провели Звук есть Все Значит Пойдет в продажу Че-то мне сердце Подсказывает Что так было А что кто-то сидел Классический гитарист Какой-то Че-то попахивает Фантастикой Скажу я вам Ну что Вот я Описал Рассказал Показал Аргументировал Вы можете мне Контраргументы Приводить в комментариях Скажете Глеб Ты ничего не понимаешь Эту гитару Сделал сам лес пол Блять Когда он Упился Какого-нибудь Кактусового пола У него пошли глюки И он Вместо одного грифа Два Сделал Ну Возможно А возможно Наслушался Землян Тогда как раз В 80-е годы Земляне были Популярны И у них была Белая такая СГ-ха Двугрифа А здесь Кстати Обратите внимание Это не СГ Но он напоминает То есть И Банэ с Любимой Краснощековым И СГ Они чем-то Друг друга Напоминают Да все гитары Друг на друга Похожи Чего уж там Греха таить Кроме Флайн Ви Ну что Я Как не оттягивал Этот момент Но он Настал Пора Мне показать вам Как этот Монстр Звучит Поехали Сразу Слышны Винтажные Нотки Очень Богатая Округлая Мягкая Глубокая Но в то же время Упругое Тело Звука Да I never dreamed that I'd lose somebody like you No, I don't want to fall in love No, I don't want to fall in love with you Nobody loves no one Очень глубокие винтажные нотки буквально обволакивают и уносят тебя на волнах сустейна Этот кракелюр, который покрывает прекрасный корпус как раз дает дереву дышать и двигаться именно в такт колебанием струны, усиливая ее резонацию Давайте въебем реверочку Ну-ка, как у нас тут с реверочком И попробуем сыграть не в этой позиции, а куда-нибудь чуть повыше Ну-ка Вот вы понимаете, о чем я говорю, когда говорю о том, что это ебаный пиздец Ай, блядь! Блядь! Давайте в ля миноре попробуем Обратите внимание, беру самую-самую такую породниковую аппликатуру ля минора и И уже джаз! Уже! Слышите эти вот джазовые ступеньки? Ну-ка, попробуем просто извлекать ноту Да какую ноту? Давайте извлечем четыре ноты подряд на шестой струне А мы не четыре извлекаем, мы одну в итоге извлекаем Блядь! Не верите? Вот, блядь! Смотрите, вот пятый лад Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум Да и похуй! Куда ты ставишь палец? Гитара говорит, не нужны Не нужны нахуй тебе никакие другие ноты Вот тебе одна Ее Вот ее и ебожь, блядь! Хе-хе Ну-ка, а если мы пройдем куда-нибудь на 12-ый лад Ай, блядь ебать! Пиздец какой Ой! глисанда делать очень трудно мало того что гитара не те ноты которые должны быть на ладах изредка тебе подсовывает а еще и лады они так очень-очень низко отшлифованы края жесткие такие прям хорошо пятку тереть в ванной комнате этими ладами можете такую гитару жене принести сказать вот тебе две пемзы новый принес и ой бляк бэнда это это пиздец вот это вот говно черная вот эта буковая накладочка крашная эта краска она такая липкая и буквально через несколько секунд игры пальцы какой-то сраной липкостью покрываются и не может невозможно нормально не глисанда не бен ничего все это трется упирается в эту шершавую краску какой-то ужас просто пиздец но что удивительно то что на двенадцатом ладу можно теоретически какие-то ноты извлекать и они будут строить на мариях обычных такого невозможно себе конечно представить там будет все полный пиздец ну по обзору на ленинградский арт-клоп вы уже это помните а давайте этот рычажок переключим и оу е блять ахуенно смотрите это вам не ревер вот давайте сделаем вот так отключаем ревер и еще раз провожу аккорд до мажор гитаре и встроенный шиммер какая красота вот теперь вот теперь шиммер так вот этот рычажок он хоть как бы переключает туда-сюда но на самом деле все равно лучше вот удивительное дело блять выключить по часовой стрелке включить против но это как такая сантехническая система открыл вентиль пошла вода закрыл вентиль и все вода не проходит ну-ка ну-ка блять теперь это не звучит но все остальное говно вот это вот продолжает звучать а давайте-ка давайте-ка обратно вернем ревер да еще и немножечко его так скажем докрутим да еще и включим дилей да еще и блять нальем туда удобрений нахуй а как вам такая история ну-ка сейчас мы тут разгуляемся блять сейчас держите меня семеро блять главное на ногу не уронить итак от винта ну-ка 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Продолжение следует...